Четвертый день дорожники пытаются справиться со сложной задачей на путепроводной развязке. Еще в пятницу здесь сорвало несколько болтов на гребенке деформационного шва. От этого массивная металлоконструкция поднялась над асфальтом на несколько сантиметров. Для проведения работ дорожники перекрыли две полосы из трех, установили дорожные знаки и фишками обозначили сужение дороги. Однако, по словам автолюбителей, которые здесь проезжали в выходные, временно знаков не было, поэтому возникали аварийные ситуации. Поездка по этому участку дороги чуть не закончилась трагедией и для Екатерины Машковской. Накануне вечером она с семьей ехала в сторону северного района. В конце моста поток машин резко и на скорости стал смещаться в правую полосу. Было уже достаточно поздно, дорогу было видно не очень хорошо, и вдруг перед нами резко затормозила машина. Мы, соответственно, тоже. И тут прямо перед собой увидели железные ворота или ограждения, как это правильно назвать. А машина, которая ехала по другой полосе, она, видимо, не заметила так же, как мы это ограждение, пронеслась и прямо на своей морде, если можно так выразиться, увезла его и сбила. Прямо все это ограждение полетело на нас. В результате металлическая рама, на которой были установлены предупреждающие дорожные знаки, повредила краску на автомобиле. Легко отделались. Судя по количеству следов от шин на асфальте, дорожные знаки здесь сжибали как минимум четыре раза. Кстати, один комплект знаков уже лежит в рабочей газели. Он пришел в негодность. Сегодня поставили новый, но как долго он простоит, неизвестно. Сегодня временные знаки об ограничении скорости до 20 км в час на месте. Однако некоторые автолюбители на это не обращали внимания. На наших глазах, разогнавшись по крайней левой полосе, водитель такси сбил фишку ограждения. Временные знаки дорожных работ были установлены заранее. Водители, которые совершали наезд, это причина единственная невнимательность, спешка. И не обратили внимания просто на данные знаки. Либо пренебрегли правилами скоростной режим, естественно, потому что они вовремя не успевали остановиться. Кроме этого, в выходные, по словам дорожных полицейских, на месте дежурил патрульный наряд ГИБДД. Служебная машина стояла с включенными провлесковыми маячками. Для безопасности автоинспекторы будут дежурить здесь до окончания всех работ. Дорожники заверили, что ремонт собираются закончить сегодня ночью.